всем привет этим выпуском начинается цикл передач про скрытие кассет присланных моим подписчикам антоном инкогнито если помните 30 августа был небольшой обзор его кассет который он предоставил мне для всеобщего ликбеза если забыли то ссылка на то видео и все остальные про которые я упомяну в описании к этому видео тогда было объявлено голосование какую кассету скрывать 1 и что удивило победил оксус я не говорю что это не интересная кассета наоборот но все равно удивило но раз все сказали к маме значит к маме поэтому сегодня смотрим оксус rs 90 минут что мы знаем об этой кассете те кто смотрит меня хотя бы год видели два ролика посвященные двум кассетам оксус и одной кассете rawet причем дисровет да все просто все эти кассеты принадлежат компании kono компания kono incorporated limited основана в 1967 году в японии занималась строительством зданий школы офисы проектировала и производила какое-то оборудование для систем обогрева и вентиляции воздуха компания существует и на сегодняшний день самое главное что удалось узнать компания kono никогда не делала кассеты сама все ее кассеты это изделия других изготовителей если по rawet и этому оксус непонятно кто делал то вот эти две от gold star зачем компании kono вообще были нужны кассеты совершенно непонятно может быть как реклама самих себя или просто модное увлечение тех лет кстати о годах на сайте аквабас только вот эта кассета оксус во вкладке но не им и год производства не указан эти два экземпляра там отсутствуют но мы ведь знаем что эти два оксус являются клоном кассеты gold star crx 1987 года а значит можно предположить что эти оксус делались период с 87 по 90 год почему такой период времени да потому что gold star использовал эти корпуса на своих разных кассетах с 87 по 90 год мне нравится 88 в этот год я пошел в школу правда не в первый класс но все равно пошел и помню этот момент очень хорошо так что герой и сегодняшнего выпуска и его брат 1988 года почему я приравниваю эти кассеты все просто они обе сделаны на одном заводе из большой доли вероятности в одно время есть предположение что вот этот оксус слева ориентировался на японский и азиатский рынок так как вся информация на его упаковке на японском языке а этот желтенький сегодняшний на европейский так как все на английском даже если это и разные модельные года то максимум 2-3 года разницы и глядя на них из другого тысячелетия можно просто сказать что они одного года 1988 пусть так и будет знаете больше напишите в комментариях и еще немного об этих двух оксус если вас заинтересуют эти кассеты они продаются на авито то рекомендую искать и покупать именно вот этот вариант с золотой надписью оксус и красные кассеты на упаковке но на авито в основном продаются вот эти с серебряным названием оксус и зеленой кассеты это фирменная кассета без сомнений но сделана она явно в китае или близко к нему и внутри вы найдете ленту которая совершенно непригодна к записи от слова совсем а учитывая что просит за нее от 700 рублей это деньги на ветер или же менять ленту проверено не на одной кассете а вот этот оксус золотой надписью и красной кассеты очень даже годная вещь на этом вступление закончено и переходим к желтому оксус 1988 года на вторичке это довольно редкая кассета на авито я их ни разу не видел а на мешке они есть цена на сегодняшний день две две с половиной тысячи рублей сложно сказать завышена она или нет напомню что лично я понимаю цены на кассеты на сегодняшний день по такому принципу 90 процентов цены это ее редкость 9 процентов это состояние конкретного экземпляра и один процент это возможность ленты качественно записывать музыку никто ведь не заставляет вас покупать такую кассету под запись за две с половиной тысячи рублей когда есть масса кассет с гораздо лучшей ленты и ценой около 500 рублей за запечатку но тогда это будет sony или тдк которые есть у всех и никому не интересно а вот оксус есть не у многих и я не буду касаться вопроса зачем ее тогда скрывать типа раз купил значит ее надо хранить в запечатке я стараюсь придерживаться одного правила заработал на кассету купи и скрой ее потому что ни одна запечатка не сравнится с распечатанной своими руками полностью комплектной и аутентичной кассеты и наверное стоит попытаться объяснить поступок антона инкогнито который решил сам не скрывать эти кассеты а предоставил это право мне но все просто во первых эти и все остальные кассеты это вероятно вторые экземпляры которые покупались именно для вскрытия и записи во вторых у меня есть youtube канал подписчики и опыт и антон вполне разумно посчитал что я смогу скрыть эти кассеты с гораздо большей пользой для всех разве не так и в третьих он получит все кассеты в целости и сохранности и у него будут скрытые кассеты под запись в идеальном состоянии для чего он их и покупал считайте это ответом на все комментарии с подобным вопросом которые будут под этим видео и последующих давайте лучше все скажем антону большое спасибо что он смог пойти навстречу всем нам и дал возможность посмотреть максимально подробно на очень красивые и редкие 14 кассет спасибо антон теперь точно все надеюсь вы успели внимательно рассмотреть упаковку со всех сторон из интересного здесь штрих-код на 49 что говорит о японии а не о европе как я предполагал выше кое-какая техническая информация и графика чиха на лицевой стороне интересного больше кассета заявлена на 90 минут и намотка пленки видно прекрасно визуально соответствует но в правом верхнем углу написано 60 минут 30 минут каждая сторона понятно что эта печатка но эта кассета не эксклюзив все эти желтый уксус на 90 минут с такой опечаткой как она получилась и почему ее не исправили я без понятия с удовольствием ознакомлюсь с вашими предположениями в комментариях скрываем это единственная кассета от антона которую я вскрою лезвие все остальные будут скрыты варварским но правильным методом без лезвия пошла здесь не подклеилась это прекрасно упаковка сошла без вопросов все перед вами кассета вид спереди торец вид сзади открываем слабенький щелчок в комплекте кассета куту бомбический стикер из интересного на стикере две основные наклейки сторона а б плюс одна запасная большая наклейка то есть это три одинаковые наклейки и две дополнительные узкие я так полагаю что эти наклеечки клеются на торец на боковую грань кассеты потому что они и сделаны вот так что буква а читается здесь а буква вы получается перевернутая вторая сторона будет соответственно вот так довольно необычное решение я никогда такого на стикерах не видел на обороте что здесь на обороте ну наверное как пользоваться этой кассетой не более того то есть никакой информации где сделано ничего не вижу но на стикерах а такого никогда и не видел до однозначно стикеру зачет вкладыш изнутри выглядит довольно симпатично как я люблю не сэкономили на красках оранжевый синий цвет кое-какой текст все хорошо на торце normal position 90 минут 45 минут каждая сторона normal bios 20 120 мегатонн rs 90 но по крайней мере здесь про 60 не написано и вот так это мы все уже видели коробка да как вы видите коробка с трещинами здесь две трещины и по вам было видно под упаковкой плюс еще на торце небольшая трещина которую было незаметно но это не моя вина антон об этом предупреждал он и покупал эти кассеты со скидкой так как большинство его кассет с повреждениями упаковки либо с повреждениями коробок но к счастью все это не коснулось кассеты а это самое главное и того что мы видим коробка классическая год старовская 6 лучевыми стопперами и того коробка вкладыш стикер по этой кассете я ценю в 10 баллов без сожалений кстати давайте сравним этот оксус оранжевый с голубым который я показывал первым коробки сравнивать не буду а вот стикеры и вкладыши интересно посмотреть по стикерам да все то же самое бумага такая же здесь тоже два основных плюс запасной и плюс две наклеечки на торец кассеты я тогда не обратил внимание здесь да то же самое буква а и буква б перевернуты по отношению друг к другу вкладыши качество бумаги на обеих уксус или на обоих уксус одинаковая бумага ващеная плотностью мы небольшая плотность наверно 100 грамм не больше торцы выглядит вот так здесь как и задняя часть соответственно вот так какая вам нравится больше это уже вы решаете сами вот видите здесь все на японском языке поэтому я предположил что-то для японского рынка так а вот интересно графики а чиха по-моему не различаются я почти уверен что в обеих этих кассеты стоит абсолютно одинаковая по крайней мере по цвету лента так и этому оксус я тоже поставлю 10 баллов за комплектацию я все равно тоже нужно будет занести в шкалу омского поэтому оценю пускай он там будет коробка вкладыш стикер как и говорил 10 баллов кассета ее корпус абсолютно черный и возможно камера плохо видит этот корпус но давайте попытаюсь объяснить что к чему сам по себе корпус разделен как бы на три части верхняя часть под стикер под наклейку средняя часть она рифленая и нижняя секция на которой уже наклеена на заводе наклейка и в нижней части сторона б либо там будет сторона а и стрелочка с направлением движения ленты по периметру кассеты тоненькие полоски а часть под лпм тоже в полоску но они покрупнее поэтому выделяется не могу сказать красивый корпус или нет мне он нравится у тдк таких корпусов очень много и к ним тоже замечаний никаких нету по внешнему виду поэтому и здесь особо придираться и занижать оценки не буду но 9 баллов наверное это максимум кассета на пяти винтах кстати давайте посмотрим и сравним ее сразу с синим оксус да обе кассеты явно делались на одном заводе корпуса у них внешне без различий плюс ну кое-какие детали или метки по литью на обеих кассетах по моему одинаково обратите внимание ответьте вот этот стык такой наплывчик он если на этой к сети есть на этой к сети это явно говорит о том что формовка форма для обеих кассет была одинаковая но здесь на желтое на стороне б здесь на а вот единственное только различие но вот это вот видимая даже не полоска ну да такую наплывчик на этой стороне тоже есть да я скажу так обе эти кассеты делались на одной технологической линии на одной и той же матрице что по ленте давайте сразу будем две кассеты смотреть ракорды на обеих кассетах одинаковые подушечки подушечки по моему различаются на оранжевой подушечка чуть-чуть по площади больше да это точно заметно пластины вижу ракорд склейка лента никаких различий по ленте по цвету не наблюдая все один в один что она себя представляет прекрасное изделие никаких наплывов никакой шершавости ничего идеальная железная лента но по крайней мере по цвету да мне все нравится давайте посмотрим на обе эти кассеты в магнитофоне оранжевый уксус и пионер сети 757 антон очень просил меня каждую кассету перематывать от начала и до конца и я свое обещание выполню но для начала давайте посмотрим 400 герц 0 децибел без калибровки и до перемотки 0 на входе и на выходе ну слегка кривоватая лента на выходе 0 вы видели маленько левый канал все-таки чуть-чуть по отношению к правому задирался может быть это все-таки было связано с неточностью установки крутилки рек лево в данный момент все прекрасно и вряд ли что-то изменится в лучшую сторону что лучше и быть не может но все равно перемотка вперед до конца как вы видите лента на стороне b то есть я перемотал все честно вообще не люблю это делать перемотки ладно теперь обратно на сторону а и продолжаем тестирование опять я на стороне а вот теперь давайте еще раз посмотрим 400 герц 0 децибел то вход это выход вот видите стало криво до небольшой разбаланс на ленте все таки я думаю есть да но если я переключусь в не чувствительный диапазон то наверняка разбаланса я не увижу но если честно он есть левый канал ну до 1 децибела чуть больше ну наверно пол децибела максимум превышает правый не смертельно калибровка уровень как и предполагалось как было видно без изменений великолепный вот подмагничивание давайте глянем да и с ним тоже проблем никаких не вижу подмагничивание в минус 2 с небольшим уровень оставлю как есть может чуть я его убавлю совсем чуть-чуть вот так пускай стоит соответственно подмагничивание почти минус 3 а уровень ну я сдвинул если считать по 360 градусов то буквально 3-4 градуса влево ушло теперь глянем еще раз 0 децибел 0 на входе ну как видите левый канал соответствует вход выход а правый упал до минус 1 ну то есть он потерял не больше одного децибела поправить получится нет не получится да на ленте небольшой разбаланс сто процентов есть и давайте по горячим следам посмотрим синий золотой уксус ну синий потому что синяя полоска а золотой потому что на упалковке написано золотом уксус сразу глянем калибровку соответствует или не соответствует желтому уксус вот смотрите калибровки то разные у них стоят смысле что калибровки разные получаются насколько большая разница до существенная значит ленты по хим составу разные ну и сами видите уровень может быть и не стал никуда не ушел подмагничивание с минус 3 до минус 1 повернулась и это довольно много и перемотка эту ситуацию не исправить подмагничивание ладно любом случае сегодня синий золотой уксус записываться не будет а вот желтенький обязательно послушаем вернусь на место по калибровке еще раз проверю вот так да давайте послушаем песню синий золотой уксус Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сразу хочу сказать, если обратили внимание, то в процессе записи я крутил подмагничивание с минус 3, как она была после калибровки, приподнял до минус 1. Зачем я это сделал? Да все просто. Потому что в положении минус 3 мне было слышно, что высоких многовато. Они сипели слегка. Поднялся до минус 1 и звук стал по высоким частотам гораздо лучше. И за кадром вот этот синий-золотой оксус я записал в тех же самых положениях крутилок подмагничивания и уровень. И звук был точно такой же. Поэтому мое высказывание, что в этих двух кассетах стоят разные ленты, скорее всего ошибочные. В них стоят абсолютно одинаковые ленты. А почему получилось так с подмагничиванием при записи на этом желтом оксус я пояснить не могу. Но спишем это на костях магнитофона. Пусть будет так. В целом, что хочу сказать. Никакого разбаланса я не видел. Но тут такая смешная ситуация. Исходник был слегка кривоват. И за счет того, что лента с небольшим разбалансом, на выходе все получилось на этой кассете ровно. Поэтому разбаланс-то особо я и не видел. Но если сравнивать вход-выход, то естественно его видно. Но этот разбаланс он не существенен и легко компенсируется крутилкой Rec Balance на любом магнитофоне. В целом, по звуку никаких замечаний. Ну кроме того, что необычный эффект по высоким частотам. Пришлось их убавлять после калибровки. А так, мне понравилось все. Звучало хорошо, насыщенно. Да, шумная. Такая чисто годстаровская лента. Я думаю, что 8 баллов она железно заслужила. И давайте посмотрим на шкалу Омского. Эти две кассеты, оранжевый и синий-золотой, я решил объединить в одну строку. Потому что они абсолютно одинаковые кассеты. Обе кассеты получают 37 баллов. За ленту восьмерка. Комментарии перед вами. Из основного отлично калибруется. Небольшой разбаланс. Меньше 1 дБ. Дропаутов не замечено. Лента категории под очень хорошую запись. То есть это вот на восьмерочку. И заодно оценил и внес в шкалу вот этот синий-серебряный Офсус. Китайский. Как видите, у него неплохая итоговая оценка. 31 балл. Но большие и высокие оценки поставлены только за упаковку, за кассету внешне и за комплектацию. За ленту оценка средненькая, можно сказать плохая. Комментарий также перед вами. Из основного кассета Сувенир. На этом на сегодня почти все. Надеюсь было интересно и полезно посмотреть на Оксус от Голдстара. Кстати, у компании КОНО есть еще две кассеты с названием Оксус. Надо будет заняться их поиском. Ну, эту я нашел. Соответственно и те остальные две тоже когда-нибудь попадутся. Посмотрим. Конкретно этот оранжевый Оксус мне очень понравился. Я в принципе в нем не сомневался. Мне было просто интересно сравнить его с синий-золотым Оксусом. Я это сделал. Я удовлетворился и получил большое удовольствие. Надеюсь и вам тоже было интересно. Не забудьте подписаться на канал. Потому что впереди есть другие не менее интересные кассеты. Напомню, что сегодняшний выпуск это стартовый выпуск про кассеты от Антона Инкогнито. Который дал великолепнейшие и интереснейшие и редчайшие кассеты. Которые мы все внимательно посмотрим. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. И самое главное не болейте.